Высокие цены на продукты сегодня обсуждали на заседании правительства. На исходе лета, как правило, растет спрос на овощи, крупы и сахар. В этом году ценники во всех регионах продолжили традиционное ралли. Антирейтинг возглавила столица. О том, как чиновники намерены поворотся с растущими ценами, расскажет Тимур Казагулов. Светлана Семирозова на столичном рынке частый гость. Особенно в августе подсчитала. Заготовки на зиму в этом году влетят в копеечку. Цены на морковь, свеклу, лук, картофель и другие овощи выросли в разы. А карман такой удар держит плохо. Все сильно подорожало. Даже если пытаешься торговаться, они ни в какую не скидывают. Хотя сейчас самый сезон. Люди хватают, и они не скидывают. Наценка на ваш взгляд какая? В два раза? В два с половиной? В полтора-два раза, как минимум. Продавцы такие цены объясняют просто. Работать в убыток никто не хочет. Стоимость овощей и фруктов – это целая цепочка составляющих. Морковь мы закупаем в Павлодаре по 80 тенге. 20 тенге сверху за перевозку и доставку. 5 тенге с килограмма забирает рынок на вознаграждение. А еще что-то же в карман надо положить. Вот тебе и цена. В 120 тенге минимум. О том, что все подорожало, знают и в правительстве. По рынкам члены Кабмина лично ходят вряд ли. Хотя, но о ситуации в курсе. Вот главный экономист страны в этот раз, правда, без фотоценников на огурцы. Говорит, растут цены, растет инфляция. Вот почему только социально значимые товары дорожают. К примеру, лук. Цена за год поднялась почти на 80%. На 60% возросла стоимость моркови. Картофель вырос в цене почти на 33%. Список недешевых продуктов можно продолжать долго. Нами определены 10 товаров для удержания инфляции в текущем году в заданном коридоре. Это лук, морковь, картофель, свекла, рис, мука, конина, баранина, говядина и хлеб. Другой министр теперь уже торговли и интеграции Бахет Султанов уверен. На ценники на казахстанских рынках влияют цены в России. А еще проблема в посредниках и в неналаженных системах хранения продуктов. О создании пула распределительных центров в республике говорят давно. Но пока только говорят. Говорят о распределительных центрах. Это один из элементов инфраструктуры, как раз которой не хватает. Они нужны для того, чтобы выработать логистику доставки продуктов, хранения их и распределения по магазинам у дома. Потому что вот этой сегодня этого звена нет. Посередине у нас все настроено на дистрибьюторов. Дистрибьютор где-то скупает, привозит и сам распределяет. И множество этих дистрибьюторов, они по сути не конкурируют между собой. Они диктуют эту цену нашим сетям и магазинам. Инвесторы такие центры уже готовы строить в Жамбылской, Павлодарской, Мангистаусской областях, а также на западе и востоке страны. Помочь сделать товары дешевле смогут и рядовые казахстанцы. В стране откроют сайт по мониторингу цен. Туда граждане смогут отправлять фотографии с ценами на продукты. Глава Кабмина это предложение поддержал. Цены на ряд социально значимых товаров растут. Считаю, что в основном это происходит из-за неэффективной работы Акима в регионах. Поэтому, во-первых, с предложением отслеживать рост цен в онлайн-режиме с помощью сайта полностью согласен. Во-вторых, меры противодействия росту цен и механизмы поддержки с 17 августа введены и должны быть в полной мере реализованы. Однако в ряде регионов осуществить комплекс мер планируют только ко 2 сентября. Поручаю Акимам провести работу как можно быстрее. Это нужно сделать раньше. Также нужно навести порядок в работе стаб-фондов. Как видно, их деятельность неэффективна. Оскар Мамин поручил провести ревизию стаб-фондов, переформатировать их работы и произвести закуп для проведения массовой продажи особо востребованных товаров. Тимур Казагулов, Олиби Женис. Итоги дня.